Попечительский совет польского журнала «Пшеглен православный» православное обозрение уже 23-й раз присуждает премии имени князя Константина Василия Острожского за выдающиеся заслуги в деле развития православной мысли, культуры и духовности, а также за деятельность, направленную на единение христиан. За все эти годы наградами фонда Константина Острожского, одной из самых известных православных организаций Польши, были отмечены около сотни церковных иерархов, богословов, писателей, художников, интеллектуалов со всего мира. Это люди, чьи труды служат православию, отмечает руководитель фонда. Патрон нашей награды, князь Константин Острожский, он не был деятелем культуры, но зато полностью посвящал сохранению православия тогда в Речи Посполитой. Одно, что его трудами была создана первая напечатана славянская Библия полностью, заслуживает он нашей памяти и нашей благодарности. Как князь Константин притягивал в Острожскую школу про образ Киево-Могилянской академии деятелей со всего православного мира, так и среди лауреатов премии имени Константина Острожского представители всех православных народов. Особое внимание фонд уделяет тем странам, где православие преследуемо. Среди лауреатов премии много деятелей сербской церкви, сопротивляющихся уничтожению православного наследия Косова. В нынешнем году среди награжденных представитель Кипра, археолог и историк искусства доктор Харлампиус Хацака Глу, который уже много лет знакомит мировую общественность с трагедией своей страны. В 2003-м мы положили начало нашим усилиям с монастырем Кикас и епископом Никифором, начали работать в северной части Кипра, оккупированной турками, чтобы создать каталог храмов, которые находятся там. Мы говорим о 570 храмах, которые пострадали со времени турецкого вторжения в 1974 году. Эти церкви были заняты и переделаны под мечети, воинские казармы, театры, пиццерии, рестораны, туалеты, различные магазины и офисы. Наши усилия Кипрской церкви и фонда монастыря Кикас направлены на то, чтобы оказать давление на турецкое правительство с целью восстановить храмы, чтобы снова можно было служить в них литургию. Еще одна важная часть работы команды доктора Харлампиуса Хацакаглу направлена на возвращение православного наследия Кипра. Турки уже не уничтожают, образая фрески в занятых ими храмах, а продают за огромные деньги за рубеж. Многие галереи и частные лица соглашаются вернуть эти ценности обратно на Кипр. Второй лауреат премии имени князя Константина Острожского, католический богослов Ксенс Марк Старовейский призвал польское общество не забывать братьев киприотов, трагедию Кипра, потому как на острове уничтожается не только наследие православной церкви, но и наследие всего человечества. Престижную награду польский богослов, знаток древнего христианства, получил за труды по переводу произведений отцов церкви. Для каждого ученого, и особенно для священника, важно, что его труды не идут на смарку. Я работал для католиков, а оказалось так, что послужил и православным. И это, знаете, большая радость для меня. Это одно. И второе, что я хотел сказать, что важно для встречи православия и католицизма. Необходимо познание того, что является общим для нас. Отец Марок на церемонии награждения предложил, чтобы труды отцов церкви первых десяти веков были изданы в Польше совместными усилиями журналом «Православное обозрение». Третьим лауреатом премии имени князя Константина Острожского стал фестиваль православных песнопений «Гайновские дни музыки церковной», во время которого вот уже много лет и вручаются престижные награды фонда Константина Острожского. Значение этого певческого форума трудно переоценить. 31 год назад, когда о духовном возрождении в сот странах не мечтали, «Гайновский фестиваль» стал пионером православного музыкального движения. И поныне Гайновку – маленький город около Беловежской пущи, куда приезжают коллективы со всех стран мира, называют музыкальной столицей мирового православия. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз» – Польша.